С вами поговорим, уважаемые граждане, какие есть проблемы по зарплате, может вообще еще какие-то есть вопросы по нарушению ваших прав. Непростая ситуация с реализацией продукции, высокие налоги, конкуренция и резкое увеличение стоимости сырья – все это ухудшило положение дел на комбинате в январе 2020-го. Когда грянул коронавирус, закрылись школы, детсады, санатории, кафе и рестораны, ситуация лишь усугубилась. Кроме того, в марте хлебокомбинат потерял несколько мест по размещению нестационарных торговых объектов. Произошло снижение продаж на нашем предприятии в сутки на 3,5-4 тонны. Для нас, в принципе, это очень высокий процент. Несмотря на то, что пандемия, мы сохранили полностью штат сотрудников, то есть обеспечили рабочими местами жителей города. В среднем заработная плата по предприятию 40 тысяч рублей. Вопрос по своевременной выплате заработной платы работникам предприятия уже возникал неоднократно и находится в поле зрения прокуратуры Московской области. Сейчас ситуация стабильная, идёт на улучшение, заверяет собравшихся главный бухгалтер акционерного общества Ивантеевский хлебокомбинат. Зарплату сотрудникам завода начали выплачивать за прошлый месяц. На сегодня долг предприятия перед работниками уменьшился и составляет 5,8 миллионов рублей. С апреля он снизился более чем наполовину, благодаря мерам, которые принимает руководство хлебокомбината. Сейчас завод производит 12-13 тонн продукции в сутки, хотя мощности предприятия позволяют до 80. Я думаю, что вам надо привлекать более современные кадры, более новые, новое видение ситуации, потому что мир меняется, всё изменяется, рынок меняется. Видите, что и пандемия, и ещё что-то, какие-то вещи в городе происходят. Не только в городе, они в стране происходят, они в мире происходят. Надо подстраиваться, надо уметь быстро реагировать на эти вещи. Несмотря на пандемию, удалось полностью сохранить штат сотрудников завода, а это 267 человек. Работники, многие из которых трудятся на хлебозаводе более 20 лет, говорят, что не намерены уходить с родного предприятия. Вообще, вам становится круче. Могу сказать, я на хлебозавод 20 лет, и уходить не создаюсь. Заклад уже за июль начали давать. Вот уже три дня, когда это, так что у детей были получили. Помощи можно ждать, как от администрации города, местных предпринимателей, так и прокуратуры и трудовой инспекции. Глава города предложил руководству хлебокомбината принять участие во встрече с советом предпринимателей, которая состоится через две недели. На сегодняшний день и государство, и Московская область разрабатывает меры поддержки бизнеса. Поэтому, если вы внимательно посмотрите на свою штатную численность, на свою форму образования, то наверняка мы сможем найти методы и способы оказать эту поддержку. Ситуация на постоянном контроле как находилась, так и находится. Обсудили данные вопросы, причины образования задолженности, результаты. Ну, как бы, результаты, в принципе, положительные. Задолженность снижается. Конечно, будет оказана помощь, как администрации города, какие-то меры будут приняты для того, чтобы нарастить сбыт продукции города. Со стороны Государственной инспекции труда будет оказана правовая помощь предприятию, потому что там требуется провести какие-то всё-таки преобразования. Ивантеевский хлебокомбинат – старейшее городское предприятие. Было построено в 1929 году. Сейчас, спустя 91 год, Ивантеевский хлеб и кондитерские изделия покупают в Москве, Пушкино, Мытищах, Красноармейске и других населённых пунктах Подмосковья. В ассортименте более 50 видов кондитерских изделий свыше 70 хлебобулочных.